Студенты Алтайского госуниверситета уже неделю ходят по кладбищам. Убрать сухую траву, мусор и все это на могилах неизвестных им людей. Здесь захоронены участники Великой Отечественной войны. В среднем студенты на каждом кладбище приводят в порядок 200 могил. Сегодня задача облагородить 70 захоронений. Волонтеры наводят порядок на могилах, на которых можно увидеть красные звезды, говорящие о том, что здесь был похоронен участник Великой Отечественной войны. Активисты говорят, что, к сожалению, большинство таких могил сегодня находятся в заброшенном состоянии. Мы их не оповещаем. Мы просто приходим на кладбище, ищем непосредственно так цены, направленные на людей, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Думаю, есть какие-то случаи, но они исключительные, когда есть обратная связь. Но в большинстве своем это не происходит. И самое главное, студенты делают все это абсолютно бесплатно. Ветераны тоже воевали за нас, за мир. И получают за это деньги. Каким можно быть человеком, чтобы за такую работу взять деньги? Мы как бы поддерживаем память о людях, которые нас защищали, которые воевали. Поэтому, ну, как вам сказать, сохраняем о них память. А это уже другая экологическая и патриотическая акция одновременно. Сегодня под такие зажигательные мелодии в окрестностях села Черницкое высадят почти 400 деревьев. Возвести сад памяти. Сегодня ради этого собралось порядка 50 человек. Общественники, школьники. Мне просто стало это интересно. И я решил поехать. Гордость, что это в честь памяти воинам, которые пали на войне. А сколько деревьев ты уже сегодня посадил? Наверное, штук 30 посадил. Людей много. Подрудиться вот можно. А по биологии хоть оценки поставят хорошие? Думаю, да. Пятерку обещали. Это сосна. Сосна овенная, пинус, сильвестерс. Вот это то дерево, которое у нас растет в сосновом ленточном бару. Через лет 10 под них можно уже будет в тени прятаться, скажем так. А через 80-100 лет это будут полноценные взрослые деревья. А значит, зеленые памятники будут еще долгие годы хранить память обо всех, кто погиб в Великой Отечественной войне. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.